Это уже не первый автомобиль, который сегодня здесь терпит бедствия. Этот путь от федеральной трассы самый короткий. Но к домам на сельской или приегающим дачам все же можно проехать окружным путем через агролес. А вот жителям казармы 45-й километр вода полностью заградила единственную дорогу. Здесь только вот если получается большой поток воды, если идет, то у нас казарма 45-й километр получается не выездная. Это вот у нас происходит из года в год. Сейчас идет обильное таяние, обильный поток идет с полей. Валерия Смоля еще в обед смогла пройти по этой дороге. Спустя пару часов вода поднялась слишком высоко. Вернуться домой вместе с детьми сразу не получилось. Неужели ничего нельзя сделать? Я думаю о том, что у меня трое детей, мало ли что. То есть и она к нам не приедет, и даже я, в крайнем случае, хоть и на машине, я же не смогу выехать. В восьмом часу вечера вода немного спала. Староста помог людям выбрать место проезда. Это место ежегодных паводов становится большой проблемой для Скотинского района. Муниципальному образованию принадлежит дорога от и до границ путепровода. А маленький злополучный участок между ними является собственностью РЖД. Само акционерное общество в ответ на обращение районной администрации называло эту дорогу незаконной. После переговоров в этом году железнодорожники предложили свой вариант решения проблемы. Мы получили ответ о том, что рекомендуем вам оформить сервитут на данный земельный участок и обустроить автомобильную дорогу в соответствии с ГОСТом. То есть в настоящий момент мы рассматриваем ситуацию именно в таком русле. То есть мы будем планировать оформление сервитута на данный земельный участок и соответственно оформлять автомобильную дорогу как раз вот на этом кусочке, находящемся в охранной зоне РЖД. Напомним, что сервитут – это право лиц на ограниченное пользование чужим земельным участком. Ну и далее не все просто. Поднять дорогу в этом месте, чтобы не скапливалась вода, не получится. Иначе грузовой транспорт и техника, которая обслуживает железнодорожные пути, в этот проем не пройдут. А значит придется понижать уровень прилегающих к путепроводу дорог.